Привет, привет, ой, Сергей, здравствуйте. Всем привет, как настроение у вас, лучше всех, мне тоже, рад тебя видеть, я вас тоже очень, сейчас еще тогда минуту, прям пару минут подождем, народ, давай, давай, я вон, смотрите, где сюда, давай, хорошо. Уже 23 человека. Ну, я думаю, человек 20-30 легко наберутся, а вот больше, главное, чтобы не подвисало, потому что когда сильно много народа наберется. Ну, я вас хорошо прям слышу, вижу. Да, сейчас пока да, но когда набирается больше 50, начинает подвисать, поэтому лучше пусть записи смотрят. Ну, да, я записи сохраню. Да, обязательно. Думаю, сегодня много интересного будет, мы говорим. У меня прям июнь очень непродуктивный был, ну вот ты сейчас. Ну, молодец. Я сам от себя даже немножко в шоке. Молодец. Все, кто работают, они хорошо зарабатывают. У нас так и концепты построены. Но об этом мы сегодня с тобой поговорим. Уже 31 человек. Сейчас я напишу, чтобы лайки не ставили. Сегодня нам расскажешь, как за 3 недели 80 лет заработать в той юном возрасте. Я вот пока сейчас, ну, сюда пока приехал, тоже заработал. У меня там тоже голд-карту продал. Ну, молодец. Сегодня об этом поподробнее расскажи, потому что многие люди хотят так же, как и ты, но боятся подходить к людям. То есть, с одной стороны, хотят зарабатывать, с другой стороны, не хотят делиться информацией. Ну, давай, наверное, уже начинать. Да, уже начинать. Потому что кто позже подключится, посмотрит в записи. Ребят, всем привет. Кто не знает, это Сергей Савич, топ-лидер компании, в которой я развиваюсь. Сергей является долларом-миллионером. Имеет огромную просто клиентско-партнерскую сеть, структуру. И развивает бизнес вообще в 5 странах. То есть, у Сергея был опыт, насколько мне известно, 15 лет в банке. Правильно говорю? Начальника дела. 10? 10, 10. То есть, получается, у вас уже, ну, как вы были успешным и имели хорошую должность и зарплату. Вот интересно узнать, почему вы ушли с банка, именно с найма? Что заставило изменить жизнь? Ну, все очень просто. Когда ты работаешь на кого-то, кто работал на зарплату, прекрасно знает, чем выше двигаешься по карьерной лестнице, да, доход у тебя при этом растет, а времени свободного становится меньше. И как раз работая в аналитическом управлении Альфа-банка, когда в руки попала статистика по всем рынкам, как живут люди и так далее, она меня немножко ужаснула. Потому что в среднем люди работают с 20 до 60 лет, да, то есть вот до 60 лет до пенсионного возраста половина людей у нас в принципе не доживают. То есть люди сработали-работали, думали о светлом будущем, которое так никогда не наступило. Среди тех, кто дожил до пенсионного возраста, 96% людей с выходом на пенсию, у них уровень жизни резко падает, то есть они оказываются просто на дне доживают жизнь, да. А 3% это люди, которые вот на периоде работы, ну, как-то задумывались о будущем, куда-то инвестировали, создавали какие-то активы, они продолжают жить нормально. Ну, кому-то, может быть, повезло в советское время, там, допустим, досталась квартира от государства, они в одной живут, в вторую сдают, и это их как-то порно, да. И всего лишь 1% становится финансово свободным, да, то есть вот когда мы видим людей, которые там путешествуют по миру, нам говорят, в Европе хорошо живут, там еще в других странах хорошо живут, да там такая же статистика. Просто мы видим, что тот 1%, который на периоде жизненном что-то скопил, и вот создал источники пассивного дохода и путешествует. Вот, соответственно, у меня было за спиной 10 лет, то есть 40, да, то есть 10 лет в крупнейших банках страны, и 7 лет, с которых я занимался криптованием, и на разные бизнесы насмотрелся. Соответственно, когда статистику увидел, он понял, что надо что-то делать, что создает активность, да, то есть что дает пассивный доход, потому что на зарплате ты работаешь один раз, и доход получаешь один раз, так живут большинство. Почему люди богатыми не становятся? Во-первых, потому что с проделанной работы доход получается всего лишь один раз, а во-вторых, все заработанные деньги люди, как правило, проедают, да, то есть ничего не создают по плане активности. Например, наша концепция, мы сегодня о ней еще поговорим, да, вот на которой ты заработал 80 тысяч, она позволяет, например, людям на покупках, вот вообще ничего не менять, делать то же самое, как ты, да, даже не меняя работы, делать то же самое, что ты делаешь, на покупках возвращать деньги, да, то есть мы об этом еще поговорим. Соответственно, можно вернуть за год, даже при средней зарплате, мы не говорим про хорошую зарплату, при средней зарплате, в семейном бюджете вернуть порядка 600 тысяч рублей. Так вот, если человек бы 600 тысяч рублей разместил сейчас под инструменты, которые сейчас на рынке есть, я сейчас не говорю, там, куда-то сверхрискованные активы, нормальные инструменты, которые дают сложный процент, то люди бы с этих денег получали 40 тысяч рублей, ну, пассивного дохода в месяц, примерно 30-40 тысяч рублей. То есть, представляешь, вот я вчера с девушкой встречался, с которой приходил тоже в мой бизнес, и говорили, она сейчас на работе зарабатывает 40 тысяч. Я подумал, боже, 40 тысяч рублей, а у меня в этот же день, я посмотрел, где мои активы работают, 40 тысяч рублей у меня пассивного дохода капнула за два дня. То есть люди работают целый месяц, а ты получаешь за два дня пассивного дохода. Соответственно, и вот они могли бы создать себе деньги, вот тут самую, без потери уровня жизни, только просто используя наш сервис, получая возврат денег в каждой своей покупке. Но тогда, когда я уходил с банка, то есть таких сервисов не было, но я искал что-то, что позволяет, в принципе, поработав следующие 10 лет, создать источник пассивного дохода. Соответственно, так как 7 лет до этого занимался кредитованием и все бизнесы смотрел изнутри, да, очень много бизнесов прошло через тебя. Соответственно, все бизнесы в основном работают на кредиты, на аренду. Более того, из 10 бизнесов, которые выходят на рынок, 9 закрываются в ближайшие 3-5 лет. Да, то есть, поэтому вот лезть в эту тему и работать, менять всего на мою не очень хотелось бы, хотелось бы найти что-то другое, да, что позволяет это сделать. И вот я нашел индустрию, когда она еще была молодая, MLM-индустрия, возможность построения клиентских сетей и получения дохода пассивного построенной сети. Я ушел в эту индустрию, как я уже сказал, у меня не было цели становиться миллионером или что-то. У меня была цель за 10 лет выйти на источник дохода, ну, хотя бы 10 тысяч долларов в месяц пассивный. Вот, все получилось значительно быстрее, то есть, через 5,5 лет после того, как ушел, в 2003 году я ушел в банк, я заработал свой первый миллион долларов. Вот, потом уже начал другим людям помогать. В первой компании, где я работал, была европейская компания, там 4 миллионера вырастет в команде, да, потом начал работать с американской компанией, которая более лучше продуктов, более эффективная модель бизнеса. Соответственно, уже за полтора, за год и восемь месяцев там я свой первый миллион заработал и вырастет в 7 миллионеров. И вот там сеть была 180 тысяч инстрибьюторов в 25 стран. В 7 лет я в этой компании работал, вот, потом, к сожалению, компания ушла с рынка, вот, и, соответственно, начал искать, думать, чем дальше заниматься, вот, и мне с самого начала, когда я только пришел в индустрию MLM, когда был один вопрос, почему люди, строящиеся инститети, продвигают в этой сети какой-то антипродукты, какую-то одну услугу, товар и так далее, почему нельзя зарабатывать на всем. Почему нужно, как бы, переделывать мозги, что достаточно сложно, да, и людей убеждают, что они не используются, не питаются, да, и так далее. И вот это, как я говорю, концепция была, и сюда человек, которого я давно знаю, благодаря которому я свой первый миллион долларов заработал, Филипп Робиарно сказал про концепцию, где можно с любых покупок, в любых магазинах людей зарабатывать, причем сразу давая им выгоды, да, то есть им не надо покупать, проплачивать, они идут в тот же магазин, идут в тот же Дилайнд, покупают тот же айфон, или едут в то же путешествие, там, бронируют на авиаселфи билеты, бронируют на бухгинги гостиницы и получают с этого вот деньги. Вот ты им эту возможность показываешь и на этом зарабатываешь. Просто гениальная концепция, да, где выиграют все, и компании почему-то не называются. И вот, соответственно, у меня на тот момент была своя компания, скилая, уже надоело, но кого-то работать, решил свою создать, поверьте, геморрой еще больше, вот, потому что мало того, что ты все используешь, ты как раз получаешь все прелести традиционного бизнеса, со всей логистикой и многими другими вещами, которые отнимают силу и энергию и не дают дохода, да. И вот здесь, когда концепция была предложена, было в одну секунду принято решение переходить в эту концепцию. Я несколько месяцев вышел из того бизнеса и вот с сентября 2017 года включился в этот проект на 100%. Вот. На старте в первый месяц заработал 40 тысяч рублей, вот. Ну, по сравнению с прошлыми доходами, это меньше, чем разрабатывал раньше. Ну, и понятно, ты это старт, да. Но по сравнению с зарплатами людей, ну, многие люди такие деньги и так вот не зарабатывают, да. Вот это потенциал, который дает бизнес, который дает компания. Вот. Максим, давайте теперь немножко, я тебе рассказал. Да, спасибо. Да, как познакомился с компанией, потому что сегодня хочется больше про тебя поговорить, потому что кто-то послушает меня сейчас, скажет, ну, у него 15 лет опыта, у него были большие сети, конечно, ему легко. На самом деле, какая разница? Начинаешь все равно всегда с нуля. Когда достаточно долго с командой не работал, за два года команда, вот как я ушел в продающую компанию, с пациенткой, это была американская компания, за два года сеть уже, понятно, что люди разошлись по другим компаниям, многие крупные лидеры в разных компаниях, те люди, с кем ты работал, да. Вот. Ты, по сути дела, тоже начинаешь с нуля. Вот. Но вот ты пришел, например, у тебя опыта вообще не было, да. То есть, более того, ты достаточно молодой парень, и кто-то скажет, ну, там, у тебя опыта нет, чему-то там можешь научить и так далее, да. Вот. Расскажи свою историю, как ты знакомился с проектом, и вот у тебя очень хороший результат за предыдущие три недели, как мне сказали, ты продал три статуса и заработал 80 тысяч рублей только на этом. А другие дели заходят. Вот. Расскажи немножко про тебя. Плюс два партнера, вот как раз за три недели еще зашло. Вообще, то есть, я, ну, всю жизнь занимался спортом. То есть, учился, занимался спортом, и, ну, хотелось как-то, да, хотелось зарабатывать, но именно зарабатывать не физическим трудом, а, то есть, ну, как-то вот, не знаю, через телефон. Но не верилось в это вообще никак, потому что я сталкивался, ну, ставки на спорт. Кто-то знает, кто-то поймет. То есть, я прогорел там очень сильно и думал, ну, через интернет вообще никак нельзя там зарабатывать. И я помню, где-то в конце октября, то есть, я листал про студентов ВКонтакте. И у меня друг, то есть, Данил, Данил выложил запись у себя. Говорит, я узнал, как заработать 500 тысяч рублей в первый месяц. Я его узнал, то есть, ну, как у меня с ним уровень доверия был. Я ему пишу, говорю, ты чего такого объелся, говорю, какие 500 тысяч рублей в месяц, говорю, тебе 18 лет. Он такой, Макс, тема вообще крутая, тема прикольная, давай с тобой встречусь и тебе расскажу. Я говорю, со мной, ну, вообще не надо встречаться, говорю, нет, я с тобой дружить не хочу. Говорит, ну, ты какую-то фигню несешь, ну, нереально столько зарабатываешь в таком возрасте. Он такой, давай, давай, и скидывает мне видео, там как раз вот кэшбэк, я даже вот углубляться не стал. То есть, я посмотрел так поверхностно, ничего не понял. И, ну, как, я, получается, стал за ним следить просто, то есть, но именно как бизнес мне было неинтересно. То есть, я просто следил, следил, потому что я не разобрался. То есть, самый главный вообще риск у людей – это не разобраться, то есть, что за бизнес, откуда что берется. Это вот самый главный риск. И, то есть, я не разобрался, и, помню, я улетел в Сочи, да, и, то есть, я, помню, улетел в Сочи на горнолыжку, это был уже февраль, то есть, начало февраля, получается, в октябре первый раз узнал о бизнесе, и в феврале, я помню, Данил выкладывает историю, ну, также вот в Инстаграм, то есть, ребят, вот, за три дня заработал порядка 40 тысяч рублей, за сегодня уже 17. Я такой думаю, ага, если он этим еще занимается, то есть, ну, значит, это как-то работает. То есть, человек бы просто, если бы он ничего не зарабатывал, я думаю, ему было бы неинтересно. Ну, если бы ему еще это удовольствие не приносило, ему было бы это неинтересно, выкладывать там куда-то в сеть, как-то вот это все распространять. И вот, то есть, я ему пишу, говорю, все, давай, говорю, встретимся. Ну, не встретимся, говорю, давай вот сейчас мне рассказывай о том, что хочу. Он говорит, нет, давай ты прилетишь, мы с тобой поговорим, и, ну, я тебе уже все расскажу. Встретимся, подробнее я тебе расскажу. Хорошо. Я помню, я прилетаю, у нас были спарринги, я боксом занимался раньше. Вот, я после спаррингов с ним увиделся, голова вообще никакая не соображает. И он мне начинает рассказывать идею вообще бизнеса, проекта. Я вообще так же ничего не понимаю, но я понимаю прекрасно то, что если у него получилось тут зарабатывать, получится у меня, то есть, ну, абсолютно у каждого тут сможет получиться. То есть, я зашел просто в проект не на идею, а то, что я смогу тут просто заработать. То есть, для меня это не было чем-то глобальным таким. Пока я полностью не узнал подробностей, не узнал, к чему компания идет. То есть, для меня это было не сверх так важно. И вот, я первое, я помню, время хотел просто отбить деньги. Я не понимал, что я людям говорю вообще, как, что это такое. То есть, я просто как машина вот так вот работал, работал. И за первые четыре дня отбил, то есть, стоимость вообще, что я вложил. То есть, это бизнес, который я отбил, окупил, точнее, за четыре дня. И вот, я первый месяц поработал, у меня зашло пять партнеров. Максим, можно я тебя спрошу? Скажи, пожалуйста, сразу, сколько тебе лет, и на какой пакет заходил, и где деньги брал? Да, сейчас расскажу. Потому что у молодежи основная проблема, они, в принципе, понимают, когда видишь, что бизнес есть, да, где деньги? Мне 19 лет, в бизнес я заходил, мне еще, мне как раз только-только, вот, исполнилось 19, я зашел в бизнес. Вот, то есть, деньги, откуда я брал? У меня, то есть, на день рождения, ну, с дня рождения у меня осталось порядка, там, 20 тысяч рублей. Я помню, я хотел себе купить костюм, очень крутой там костюм, я хотел его купить, но порядка тоже, ну, столько же стоило, как минимальная франшиза. То есть, я заходил на минималку, на платину. Вот, и я такой думаю, блин, хочу костюм, очень сильно прям хотел этот костюм, там, месяца три просто ждал этого дня рождения, чтобы купить этот костюм. И просто я для себя понял, вот, я не знаю, это вообще каждый день, благодарю Богу, то, что я зашел в этот бизнес, потому что, ну, купил бы этот костюм, но ничего бы не изменилось вообще в жизни. Вот, серьезно, сейчас у меня жизнь изменилась надо после. То есть, я зашел в бизнес просто потому, что я понимал прекрасно то, что я сейчас вкладываю деньги туда, где, ну, это мне принесет деньги обратно. И вот, я зашел в бизнес на минималку, но за месяц я заработал и сделал апгрейд до максимальной франшизы. Потому что я уже тоже понял то, что, блин, я не хочу просто сам себе урезать доход. Я вот это тоже осознал уже. И вот, и я помню, я зашел в бизнес, маме говорю, мам, я все в бизнесе. Мама, кстати, тут сидит тоже, слушает. Вот, я говорю, мам, я зашел в бизнес. Она такая, что за бизнес? Какой вообще бизнес? Ты же там просто там спортом занималась, учись, учись давай. И вот, я говорю, бизнес. Она говорит, ну, расскажи вообще, в чем суть. А я понимаю то, что я даже суть не знаю, то есть. Она такая, так, давай деньги возвращай, ты куда их отдал, кому. Я говорю, мам, давай, я приеду и я тебе расскажу всю идею, я говорю, я уже буду знать. Вот, мама. Я уже буду, ну, более-менее разбираться. Я такой приезжаю, я уже, то есть, заработал порядка 25 тысяч рублей. Я приезжаю, маме более доходчиво объясняю вообще всю идею. Она такая, ага, тут так и можно миллионером стать, то есть, она так сказала, я помню. И все, получается, я первый месяц проработал. Весь март я очень хорошо работал. Мне еще наставник очень сильно помогал, то есть, Данил. Я прям, не знаю, то есть, моя задача была просто довести людей до встречи с ним. Я доводил прям пачками, там, человек пять встреч было в день. И вот, то есть, и я пока разбирался-разбирался, все равно я максимально не понял, что это за проект. То есть, я понимал то, что, да, это глобально, на этом сможет состояться абсолютно любой. Но именно вот куда идет компания, что раньше было, я этого не видел просто. Сейчас я это вижу прекрасно. Вот, потом в апреле, в апреле я максимально расслабился, то есть, я купил максимально франшизу. Я думал, ну все, раз я тут заработал, значит, и апрель тоже можно ничего не делать, как бы. И, ну я тоже буду зарабатывать. Нет, тут такого не было. То есть, я в апреле вообще практически ничего не заработал. И помню, я вообще, ну, включился обратно в проект более серьезный, когда уже, то есть, у мамы в мае день рождения я понимал то, что надо крутой подарок дарить. Вот, я стал работать, работать. И именно вот с июня, с июня я не знаю, что такого изменилось, но я стал более дисциплинированным. То есть, я более ответственно стал относиться к этому. У меня вот, например, сейчас день, позавчера, вчера там, позавчера, я просто в 9 утра просыпался. И до 11 у меня не было ни одного вообще, то есть, ни одной мысли, ни о бизнесе. То есть, что бы я ни делал, это все приводило меня к цели. Вот, то есть, и я просто понял, вот, даже человек, купивший голд-карту, он спокойно может зарабатывать 1050 в месяц, спокойно, прям, уделяя на это 23 минут в день. Потому что, когда человек, ну, уже умеет продавать голд-карту, он ее сможет продать минут за 15-20. Получается, одна голд-карта в день – это 45 тысяч рублей в месяц. Две голд-карты в день – это, ну, получается, 90 тысяч рублей в месяц. Вот, и плюс у него еще куча возможностей есть. То есть, я просто раньше, я вот как-то все делал это шаблонно, с людьми общался сейчас. Я просто понял то, что каждому человеку нужен свой подход. И чем проще я объясню идею вообще, тем проще людям будет это воспринимать. Вот расскажи, как ты продаешь голд-карту, что ты людям говоришь? Вообще, я продаю, то есть, ну, я кидаю голосовое сообщение людям. Говорю, привет, вдруг тебе актуально там зарабатывать? Ну, вот, если именно про голд-карту, тебе актуально зарабатывать 1050 вообще в месяц? Дополнительно. Человек говорит, конечно, да. Если человек говорит нет, я говорю, ну, окей, а 100 тысяч, 200, 300 себе актуально зарабатывать? Он такой, ну, да. Я говорю, давай, в двух словах тебе расскажу идею вообще о бизнесе. Говорю, смотри, я занимаюсь развитием кэшбэк-платформы. Что такое кэшбэк, я думаю, ты слышал, да? Кэш, деньги, бэк, обратно. То есть, вот, смотри, речь идет о платформе, на которой уже более 3000 магазинов. Там Nike, Adidas, Delivery Club, AliExpress, Littual, Дочки-сыночки, все мировые бренды с нами, короче. Говорю, вот представь, люди ходят в эти магазины, возвращают тебе деньги, а я на этом зарабатываю, плюс зарабатываю еще на каждом товарообороте из этих магазинов. Говорю, как тебе идея вообще в целом, прикольно? Он такой, ну, прикольно, да. Я говорю, давай я тебе сейчас видео скину, ты его посмотришь, у тебя уже картинка сложится, что к чему, и дальше мы с тобой пообщаемся. И, то есть, я человеку прямо обозначаю определенные рамки, то есть, говорю, давай вот до 20.00, ты посмотришь, потому что мне важно, чтобы ты посмотрел это очень быстро. Говорю, мне в команде люди нужны очень амбициозные, быстрые и открытые. Говорю, чем быстрее ты посмотришь, тем быстрее мы начнем с тобой зарабатывать. Все человек смотрит, и, например, если человек говорит то, что, я говорю, кем ты хочешь быть просто? Он говорит, я хочу быть партнером. Я говорю, хорошо, когда готов заходить на какую франшизу, чтобы мы с тобой уже полный месяц расписали, начали зарабатывать. Говорю, как раз, сейчас человека в команду возьму, и все. Человек говорит, ну вот у меня там денег нет, то-то нет. Например, вот есть такие люди, которые ты понимаешь, что они могут просто слиться. То есть, просто слиться, и из-за того, что либо человек не уверен в себе, либо он в компании не уверен. То есть, ну, по факту, два главных возражения, то есть, на две группы делятся. Либо он в себе не уверен, либо он не уверен в компании. Кстати, вот еще момент такой, то, что вообще в компании, то есть, раньше, ну, кто-то людьми, кто меня знает, они говорят, что ты совершенно изменился. То есть, вот, совершенно от и до, а вообще на до-после просто. Компания серьезно меняет тут, меняется полностью мышление. Вот просто на мир смотришь, как будто очки вот так вот снял, и все. То есть, сейчас именно живешь как-то вот жизнью, и видишь вообще, что за люди рядом, кто остался, к чему вообще я иду, делаю ли я все правильно, кто меня вниз тянул. То есть, их просто нет сейчас в жизни. И очень круто это вот осознавать, прям очень. Мне кажется, ну, вообще любой партнер, он заходит в бизнес сначала из-за денег. Ну, кто-то на идею. Вот, но все равно, мне кажется, когда человек уже более... Да, но мне кажется, когда уже человек зарабатывает там уже более, там, 500 миллионов рублей, для него именно деньги, это, ну, 15% работы. То есть, мне кажется, человек ловит кайф вот сам именно от того, что его люди зарабатывают, от общения, от путешествий. То есть, вот, Сергей, вы как раз в Италию ездили топ-лидерами. Мне кажется, именно вот это то, к чему надо стремиться. То есть, деньги, ну, если работать из-за денег, то денег, в принципе, не будет. То есть, я работал-работал, я даже, ну, не понимал, сколько я заработал. И вот буквально дня три назад я просто посмотрел и понял то, что, ну, да, результат хороший. Потому что я просто выкладывал из себя там не 100%, а 150%. Вот мои люди тоже стали зарабатывать. То есть, у меня гол-статусы, но тоже в день продают по голду стабильно. То есть, я на этом тоже зарабатываю. Вот. А, и вот. И человек говорит, например, я, ну, у меня нет денег на франшизу, я очень хочу зарабатывать. Я говорю, смотри, я говорю, специально для таких, как ты, ну, у которых денег нет, кто без денег сидит. Я говорю, я придумал вообще очень крутой, как способ, ну, войти в бизнес, да, и зарабатывать с очень минимальными вложениями. И расписываем, что такое гол-карта, как она, ну, что она дает. То есть, во-первых, гол-карта увеличивает ваш кэшбэк на 60%. То есть, ну, одно дело вернуть тебе 500 рублей, другое дело вернуть тебе 1100 рублей. То есть, разница видна. Покупать она единоразово, а купить ее, ну, блин, даже со своих средних покупок вполне реально и можно. Дальше вы выходите просто в плюс. Вот. Плюс еще то, что уже у человека появляется реферальная ссылка, и он уже по этой ссылке сможет рекомендовать ее друзьям. Просто вот сама идея то, что вы, например, сидите с друзьями в кафе. Вот сейчас я нахожусь вместе в ресторане, где, ну, на платформе. Я потом чек отсканирую, выложу. И вот. И получается просто сама идея то, что вы сканируете чек, вам начисляются деньги, не какие-то там баллы, бонусы, которые, ну, в принципе, не нужны людям. Реальные деньги, которые можно вывести, то есть, на любую карту абсолютно. И вот, то есть, и по сути я приношу людям пользу. То есть, я не меняю их жизнь как-то, не меняю их привычки. Они бы так и так пошли в этот магазин, просто не отсканировали чек. То есть, на одно действие, но при этом им вернутся деньги. Они по-любому довольны, то есть, они рады. И это можно делать более чем в 3000 магазинах. Сейчас это число просто геометрической прогрессии растет. То есть, я помню, заходил в бизнес, было около 2000 магазинов, 1800 где-то. Год назад было 600 магазинов. То есть, и сейчас что происходит с компанией, это, ну, это нечто просто. То есть, я вижу, куда она стремится, какие вообще изменения были. Вот. И также, то есть, вообще вот сама идея, да, сам продукт просто зарабатывать на жизни людей. То есть, вот у меня просто мысль не покидает то, что, например, через год у меня уже будет своя клиентская партнерская структура, будут подключенные магазины, и будет просто пассив. То есть, а пассив откуда? Просто от жизни людей. Объективно. То есть, эта платформа, это вот уже, да, сейчас в рейсингах, она топ-1 по России и СНГ. И, ну, просто вот представить, да, что будет через год. Через год будет гораздо там, плюс еще три страны будет по маркетинг-плану. Германия, Италия, подвис, Сергей. Ребят, поставьте плюс, если слышно, видно. Просто у меня Сергей подвис, чуть-чуть. Ребят, кто не знает, что за карта, напишите мне в директ после прямого эфира. Я вам все расскажу и объясню. Так, Сергей отключился. Сейчас, ребят. Сердечки начали много ставить и не выйдет он. Так, сейчас напишу. Ребят, не ставьте сердечки, пожалуйста, если вылагает. Да, ты можешь показать. Да, то есть, и вот, я вижу прекрасно, к чему компания в целом идет. То есть, сейчас по маркетинг-плану будет 10 миллионов клиентов, людей, которые будут активно пользоваться платформой. То есть, плюс добавится три страны подключиться вместе с нами. То есть, Германия, Франция, Италия. Сейчас наша компания развивается в пяти странах. То есть, Россия, Украина, Казахстан, Беларусь и Китай. Это уже уровень хороший. Плюс имеет уже 800 тысяч клиентов. То есть, 800 тысяч – это просто без рекламы, без какой-либо там, вот, как раз, распространенной рекламы. И плюс, то есть, сейчас просто захвачено 8% от цели. То есть, 800 тысяч из 10 миллионов – это 8%. И что будет просто через год, через два, через три – это вполне реально. То есть, я это вижу, что будет с компанией, как буду я развиваться, как будет моя команда развиваться. И все люди, которые зашли просто вот сейчас в проект. Почему сейчас выгодно захотеть, да? То есть, говорят, как вот, вот золотая верхушка зарабатывает. То есть, в этом-то и прикол, то, что мы сейчас и есть золотая верхушка. И мы будем потом зарабатывать просто со всей своей сети и своей структуры. Вот. И вот просто мысль, да, то, что люди объективно, эта платформа, она будет везде. То есть, когда люди поймут, что, блин, есть такая платформа, которая дает там самый высокий процент кэшбэка, где есть просто все не только онлайн, а еще есть оффлайн. То есть, оффлайн, ну, вы пришли, чек отсканировали, QR-код, и все, начислились деньги. Это круто. То есть, и сейчас это просто развивается нереально быстро. И вот, то есть, люди поймут и такие начнут задумываться, что, ага, я лучше отсканирую чек, верну себе деньги, чем, ну, просто как бы в окно вот так вот деньги выкину и все. Это факт. То есть, и все люди начнут пользоваться этой платформой, а я просто буду жить и зарабатывать на жизни других людей, потому что люди никуда не денутся. Люди также будут ходить в магазины, также покупать. Сейчас люди не ходят там, ну, на кассу, например, в очереди не стоят. Они просто открывают телефон, открывают приложение, одну кнопку, вызывают либо такси, либо заказывают себе билет на самолет. То есть, люди уже, у меня сейчас мир меняется, и те, кто видит дальнейшее развитие, вообще, они просто будут самыми богатыми, в этом я уверен. То есть, как, например, почему вот в этом бизнесе у меня получилось? Почему получается у людей, которые, в принципе, никогда не связывались с продажами какими-то? Мне, кстати, вот, это очень круто, потому что я, когда в бизнес зашел, начал более-менее разбираться, мне очень понравилось общаться с людьми. То есть, раньше я был вообще некоммуникабельным. Я, в принципе, вот, мне было сложно человеку голосовое записать. Сейчас я просто вчера даже ночью лежал, я такой думаю, вот, кстати, мама пишет, тоже сканировал чек с московской гостиницы. Вот, и то есть, вот сам факт, что я меняюсь как личность, плюс я на этом еще и зарабатываю, это очень важно. То есть, не знаю, мне кажется, тут знание дается больше, чем в институте просто за пять лет. То есть... Сто процентов, это я могу сказать... Миллион процентов, да. И, кстати, ты еще не сказал, что у нас офлайн работает еще интереснее. То есть, не обязательно даже сканировать. Если у человека есть вип-карта, и он тебе оформил... Да, вот эта вот карта. Там даже сканировать тебе не надо. Просто приходишь, рассчитываешься и получаешь кэшбэк. А сейчас у нас еще 60% бензозаправок. Я получил только карту, они у нас появились, да? Вчера вот как раз первый раз заправлялся, сегодня пост выложу со скрином. Ну, вернее, в сторис. Ну, карточка бедовоз. Тоже пришел, рассчитался. Но при пополнении карты, то есть, через нашу платформу, ты только карту пополнил. Ты тебе уже... Вот я, допустим, 10 тысяч рублей закинул на карту. Мне уже на тысячу рублей динь-дино подарочного прилетело. Ничего делать не надо вообще. То есть, это те деньги, которые люди просто выкидывают каждый день. Это вот то, с чего мы начинали, да? То есть, можно создать себе пассивный доход. Просто на кэшбэк. Также, вот очень круто, то, что тут люди говорят, тут надо деньги вкладывать, деньги, деньги. Нет, друзья, то есть, тут можно зарабатывать абсолютно с бесплатных людей. Это не пирамида какая-то, где надо человеку просто тупо за вход заплатить. То есть, вы платите по желанию. Если вы хотите стать партнером и развивать этот бизнес с нами, то есть, быть в нашей команде, иметь крутое окружение, путешествовать. Не как там в Геленджик, да, например, в найме, там на два дня люди летят по блату. Нет. То есть, вот, Сергей как раз вернулся с Италии. Вы были, да, топ-лидерами. Там был президент компании Филипп Робиар. Плюс, когда я помню, в бизнес заходил, был Кипр. Две недели тоже. Десять тысяч партнеров, там был форум. Также в Турцию мы полетим с командой. Сейчас Анталия будет, Доминикану. Все, кто сейчас в этом месяце. И в Доминикану можно бесплатно попасть в ноябре. То есть, понимаете, компания дает очень такие крутые возможности. И просто тут не зарабатывать. Но это серьезно. Это надо, не знаю, преступление какое-то, чтобы тут не зарабатывать. Плюс также, ну вот, например, если взять НЛ, да. Я был в НЛе просто. Я заходил туда просто. Просто мне понравилась как бы идея. То, что, да, тут можно что-то продавать. Но я не осознавал то, что, блин, серьезно, этим продуктом будут пользоваться единицы. То есть, мне, чтобы там продать, мне пришлось бы придумать какую-то легенду негативную. Например, вот, Сергей, у вас там, например, это не то, то не это. Вот вам чудо-чай. Он стоит тысячу рублей. Он экологически чистый. Супер вообще. Он для здоровья там все. И, то есть, вы бы что сделали, да? Вы бы сказали, Максим, ты что, совсем? Я пью Липтон чай вот за 150 рублей. Мне нравится. Либо, например, к другой девочке подхожу. Говорю, вот, там, Даша, вот тебе чудо-банка. У тебя там сбоку там не так висит. Еще что-то не то там. Вот, ты похудеешь, там, станешь суперспортсменкой. То есть, мне пришлось бы начать с негатива. Мне бы пришлось, я бы заработал только в том случае, если бы человек изменил свою жизнь, изменил свою привычку, изменил свой продукт на мой. Тогда бы, да, тогда я заработал. То есть, мне пришлось бы впарить. И самое крутое, то, что мне тут это не стрёмно предлагать. Вообще не стрёмно. То есть, я когда в бизнес зашел, я просто такой думаю, а кому мне это предложить? Смогу ли я это предложить маме, то есть папе? Да, вообще без проблем. А если я смогу им это предложить, и они будут этим пользоваться, то, значит, я смогу вообще абсолютно всем предложить. Тут нет определенной аудитории, например. Тут все люди объективно, 70% людей в России хотят возвращать себе деньги бесплатно. Россия такая страна, что она немного отстающая. И круто то, что она отстает от Америки, потому что в Америке уже более 15-20 лет развит кэшбэк. Там люди уже умнеют. То есть, там более 60% транзакций покупок идет именно через кэшбэк-сервисы. То есть, люди просто не ходят туда, где нет кэшбэка. Там определенные магазины, определенная фирма уже подключены к какой-то компании, к кэшбэк-сервису. Вот. И сейчас как раз в России это только-только начинает набирать обороты. В России, в СНГ. То есть, это стрельнет, как когда-то стрельнуло и в Америке. То есть, ну, почему некоторые люди, да, не верят сейчас, думают то, что, да, вот, там, какой кэшбэк, это нереально. Ну, это нормально. То есть, я сейчас вообще полюбил отказы, в принципе. Я понимаю то, что, ну, не все люди могут думать на два шага вперед. Не все абсолютно. Некоторые просто, у меня вчера человек, у меня вчера человек зашел в бизнес, человек, который просто, я помню, я на второй день, когда был в компании, я пишу ему, говорю, тут так, вообще, такая идея крутая. Он говорит, да, это пирамида. Как я ему там не доказывал, он не верил. Вчера мне сам написал, говорит, как купить голд-карту. Я такой, ну, вот, у тебя там кнопочка есть, говорю, покупай. И все, то есть, и самый прикол, то, что, что-то я говорил. Блин, забыл из головы в лицо. Что идея крутая. Идея, да, идея крутая. И тут паривать не нужно, самое главное. А, вот, вот, да. То есть, людям, мне не надо объяснять человеку, как пользоваться там банкой для похудения, как его применять, как там крем этот мазать, как его втирать, еще что-то. Как этот чай пить, таблетки какие-то пить. Нет, человек сам видит то, что, ага, я сейчас пойду, отсканирую чек, либо просто из приложения не в Янеке зайду, а зайду на кэшбэк-платформу и верну себе деньги. Тогда, да, человек сам понимает, он делает то же самое. Он бы то же самое, там, ходил бы в этот магазин, ходил бы в тот магазин, покупал бы те же самые услуги. Но при этом он еще возвращает себе деньги. То есть, наш продукт – это вообще все, абсолютно, что нас окружает, только со скидкой. То есть, когда я это понял, я просто осознал масштабность вообще всего этого. Это серьезно старается задуматься. И просто те люди, кто не хотят сейчас развиваться, например, многие говорят, да вот, я через год зайду, потом зайду, сейчас денег нет, например. Ну вот, ребят, представьте просто, например, вы выпили яд. Все, я вам говорю то, что вы через сутки умрете, например. Там противоядие трешку стоит, три тысячи. Но вы, блин, эти деньги найдете, ну, сто процентов. Вы просто понимаете то, что это еще не только как инструмент можно зарабатывать, но при этом это вам будет помогать. То есть, вы сами имеете процент, процент кэшбэка от одного до 52. Вы имеете доступ к закрытым вечеринкам. Вы имеете доступ к закрытым скидкам, которые до 90%. В абсолютно любом магазине, там, все мировые бренды, то есть, L'Etoile, AliExpress, Nike, Adidas, там, куча всего. Вы миллион процентов этими магазинами пользуетесь. Просто вы в конце месяца 3-5 тысяч выбрасываете вот так вот в окно. Ну, это факт, то есть, и люди, когда это осознают, они такие, блин, да, то есть, эта вещь очень стоящая. То есть, gold card, это, она, во-первых, и полезная, а, во-вторых, еще вы можете пользу другим приносить. То есть, ну, не знаю, ну, просто 10 друзьям рассказали. Вот тут, даже можешь там gold card не покупать, можешь быть бесплатным пользователем. Я тебе скинул ссылку, вот, возвращай себе деньги, пожалуйста. Только от одного до 20% можешь возвращать, и все. Люди, друзья его пользуются, пользуются, потому что они видят то, что, ага, я тоже так хочу делать, я тоже хочу возвращать себе деньги. Они это делают, и все. А ты на этом еще и зарабатываешь. То есть, люди просто живут своей жизнью, а я имею возможность на этом зарабатывать. И вот, я просто стал думать, ага, вот если у меня, например, получилось, я обычный студент совершенно, то есть, я никогда там не работал нигде. Я помню, я пошел, у нас были лабораторные в институте с утра в 8 утра, и мы таки с другом думаем, с одногруппником, а давай вместо лабораторных пойдем с тобой поработаем. Такой, ну, давай. И все, и мы, короче, пошли, помню, окна надо было таскать. Ну, он мне говорит, давай окна, вот работа есть, окна таскать, я думаю, ну, окна, окна, думаю, обычные окна, что такого. А там окна, чтобы вы понимали, то есть, были, сейчас покажу, ну, как вот эти вот, то есть, вот такие вот здоровые. То есть, большие вот такие вот окна, да. И мы с ним, короче, в 6 утра просто грязный, в грязную газель заходим. С этим, там мужик, короче, этот грязный, кто нас возил. Начинаем таскать эти окна, не можем просто с ним вдвоем с газели эти окна вообще снять даже, там надо нести их на пятый этаж. И мы, короче, там себе так спины надрывали, то что нам заплатили, что там, рублей по 600, просто вот. И мы эти грязные, вонючие вообще там едем потом на трамвае, домой, уставшие, вообще нереально. И я просто такой думаю, блин, вот как люди серьезно работают. Вот я вчера разговаривал с одногруппником, и я говорю, вот смотри, друг, говорю, вот, ну, вообще, ты сейчас работаешь, нет? Он говорит, нет, не работаю, но я на практику пойду. То есть, я с 1 июля ухожу на практику, говорю, супер, говорю, сколько будешь зарабатывать? Ну, то есть, сколько там зарплаты вообще? Он говорит, ну, за полтора месяца около 20 тысяч рублей. Я такой понял, говорю, а я вот, ну, порядка за 4-5 дней сделал 20 тысяч. То есть, понимаешь, говорю, и я не утруждался, то есть, я просто приобрел бизнес, который я купил за 3 дня, и я сам себе начальник, и это очень круто. То есть, я сам себе начальник, я сам себе выбираю, когда мне работать, когда мне удобно, когда неудобно. И я сам, то есть, решаю, где я работаю, когда работаю, когда хочу, то есть, это очень круто, то, что я просто не привязан к месту, я абсолютно свободен. То есть, у меня нет каких-то там мыслей, там, вот, завтра мне на работу, там, с 8 до 10. И вот как обычно происходит, то есть у меня сейчас вообще в целом, я изменил вообще отношение полностью к жизни, то есть я прекрасно понимаю то, что абсолютно любой, абсолютно каждый человек сможет зарабатывать миллион рублей в месяц, абсолютно, только вопрос где, да, вопрос где и вопрос, как человек вообще жизнь видит, просто есть люди, которые как-то, не знаю, их трудности съедают, то есть они идут навстречу трудностям, а трудностям надо идти наоборот, ой, точнее, они убегают от трудностей, а надо трудностям идти навстречу и как-то бороться с ними, тогда будет рост, то есть выход из зоны комфорта, я вчера вот первый раз выложил вообще в историю, то есть свое лицо, я в принципе никогда этого не делал, я просто понимаю то, что да, вот этот барьер, теперь его просто нет, и это легко делается, главное вот сделать шаг просто, спасибо. И вот, то есть вопрос первый, что за человек такой, как он вообще в принципе воспринимает себя и как он относится к жизни, то есть либо он амбициозный, мощный такой и идет навстречу просто своим трудностям и как стена вот так вот просто все сбывает на своем пути, а другие, они просто боятся, они как-то вот убегают, прячутся и все на завтрашний день откладывают, откладывают. Второй вопрос, это смотря где зарабатывать, у меня нет ни одного вообще абсолютно друга, ну там не друга, знакомого, знакомых, знакомых, вообще никого нет, кто бы в найме зарабатывал миллион рублей, то есть это факт. Почему тогда? Потому что, во-первых, вы просто просираете, можно так сказать, месяц своей жизни, только тогда вам заплатят зарплату и заплатят столько, сколько начальнику выгодно. Хоть вы любите там свою работу на 300, на 500 процентов, вы не будете зарабатывать этого больше, ему важно, чтобы вы работали больше, а зарабатывали меньше, только тогда ему выгодно. Получать какой-то отпуск там раз в две недели, тоже невыгодно. И вот понимаете, в найме я просто сейчас задумался, ну все говорят, стабильность, стабильность, там тоже стабильности никакой абсолютно нет. Нет, конечно. Потому что в первую очередь, когда трудности на предприятии, страдает не хозяин предприятия, а тратит что-то, продаст и так далее, а страдают работники, они окажутся за бортом и без зарплаты. И вот, то есть в найме вообще ничего нет, то есть там начальнику, ну вы просто работаете на мечту начальника и все. Вот, далее, то есть фриланс, работа на себя, ну я тоже никого не знаю, кто в миллион рублей зарабатывал. То есть если ты там не продал на миллион, ты не заработал в миллион. Вот, остается, то есть третий вариант, да. Как по мне, мне кажется, ну любой вообще абсолютно человек, любой адекватный человек, который вообще ценит свою жизнь, ценит свое время, он стремится к какой-то финансовой свободе. То есть, ну не какая там обычная свобода, там вот в лесу жить и все, финансовый на свободе, чтобы жить и завтра вообще ничего не парило, там не парили какие-то мысли, там сколько денег осталось, сколько заработать, там во сколько на работу, чтобы просто жить и кайфовать от жизни. Это, то есть, ну называется пассивный доход, то есть пассивный доход есть в принципе только в бизнесе. Но как статистика показывает, то есть есть два бизнеса, то есть, да, два направления. Первый – это традиционный, второй – это партнерский, ну либо сетевой его еще называют. То есть, ну, традиционно, например, если разобрать, да, то есть, мне кажется, ну, вот, объективно, чтобы его просто запустить, придется столько денег, вот, профукать, миллионов пять, просто чтобы за старт какой-то толчок пошел. Плюс еще надо выплачивать за аренду, надо выплачивать людям зарплату, надо искать поставщиков, настраивать с ними контакты, все это делать, закупать товар, закупать оборудование, и все это каждый месяц с вашего кармана. Плюс еще то, что с вашего кармана деньги, да, это никому не выгодно, никому не выгодно вам как-то помогать, вы для них конкурент. В нашем бизнесе вы для меня будете партнерами, я буду напрямую заинтересован, чтобы у вас все получилось, потому что с этого я буду зарабатывать. То есть, сейчас к этому вернемся, и вот, в традиционном бизнесе вероятность прогореть 90%, по статистике 90% бизнесов, они просто неудачно, они закрываются в конце, там, ну, через 2-3 года. Почему? Потому что у людей не хватает вообще возможности их содержать, у людей не хватает предпринимательских способностей, как бы, сделать все это, ну, грамотно более. Потому что бизнес прет, но обычно там не то, что прет, не сгорает на четвертый, пятый раз. То есть, и, во-первых, вам придется жить в этом бизнесе. У меня есть знакомая, у нее была своя такая кафешка, она в этом бизнесе была и менеджером, и продавцом, и на кассе стояла, то есть, она как раз продавцом, и на кухне, то есть, выходила. То есть, она там одна за всех. Там вообще никого не парит ваш бизнес, только вас он парит. Почему? Потому что все остальные работники по найму. Работники по найму, и, то есть, ну, если, например, ваш бизнес закроется, они просто ведут в другую, то есть, они просто рабочие по специальности, они ведут в другую, там, сферу. Вот. И плюс, ну, минимальные франшизы, они тоже гораздо, то есть, не дешевые. Даже взрослый человек, который зарабатывает хорошо, он не сможет их купить. Плюс, все ниши заняты. Просто вот если вот так вот посмотреть, ну, вот даже, например, я не знаю, вот тетрадка, это чей-то бизнес. Бизнес, ручка, тоже чей-то бизнес, то есть, стакан, трубочка, салфетка, это все чей-то бизнес, окна, диван, то есть, все, все, что нас окружает, это чей-то бизнес, это факт. И придумать свою сферу, это, во-первых, очень сложно, во-вторых, это, ну, реализовать ее очень сложно. То есть, ну, как, например, нет смысла открывать бургерную какую-то, когда есть Макдональдс. Нет смысла открывать свой такси, когда есть Яндекс, Выбер, то есть, сейчас монополисты, они просто захватили рынок, понимаете? И вот, и... Да, сейчас. Можно еще один, пожалуйста? Сейчас пересаду прям, секунду. И вот, то есть, куда пересесть? Ага. Ух, тут даже поприкольный вид. И вот, то есть, остается, ну, и, например, наш бизнес рассмотреть, да? То есть, ну, я не знаю, во-первых, сможешь получиться абсолютно у каждого. Почему? Потому что мы, как наставники, как партнеры, мы полностью заинтересованы в своих людях. То есть, напрямую. Например, я заработал 80 тысяч рублей, и я просто стремлюсь быстрее передать это своей команде. Почему? Потому что я буду зарабатывать только тогда, когда будут зарабатывать мои люди. То есть, в моих интересах, чтобы вы зарабатывали не 10 тысяч рублей, а 100 тысяч рублей. Тогда и я буду зарабатывать больше. Вот. То есть, это напрямую интерес такой. Далее, то, что... Я не знаю, во-первых, это бизнес IT. IT-бизнес, то есть, бизнес через интернет. Тут не надо покупать товар, надо закупать оборудование, не надо там выплачивать рабочим, искать их вообще. Просто один раз купили бизнес, все. Вам для работы нужен только телефон, интернет и желание. Желание – это самое главное. И все в целом. Любые вообще вопросы 24 на 7 с вами наставник. Я, Сергей. То есть, куча просто партнеров развивается в нашем бизнесе. Куча. И вот, не знаю, мне кажется, у кого не спроси, просто все довольны. Вот абсолютно все. Я в этом бизнесе вообще никаких минусов не вижу. Только плюсы там, окружение. У меня окружение полностью изменилось. Вот если бы мне сказали то, что, блин, Макс, через 3 месяца будешь в прямом эфире с долларовым миллионером. Я бы не поверил просто. Я такой, да ладно, говорю, смешно. То есть, потому что раньше мне, в принципе, в жизни ничего не надо было. То есть, я жил там. Вот у меня режим дня был такой, то, что я просыпался, шел в институт. В институте общался с такими же людьми, что, в принципе, как и я раньше был, которым ничего не надо было. Надеялись там на какой-то найм, еще что-то. Нет. Потом я шел домой. Дома ел там. На что хватит. То есть, ну, я не мог просто ходить там, пойти там сюда, например. Я просто дома был. В принципе, в целом. Спасибо большое. И вот. И потом, то есть, я просто смотрел всякую дичь на Ютубе. Вот деградировал. То есть, понимаете, сейчас люди тратят, ну, там, два-три часа в день. Просто вот листают эту ленту, деградируют там. Тратить свое время. Тут же вы можете просто час делать то же самое, только с пользой. Извлекать из этого пользу. И все. И будет результат. То есть. И самое то, что прикольное, то, что вот я просто вижу, каким я был раньше, каким я сейчас. Ну, стал. В целом. Конечно, это еще мало. То есть, это только в бизнесе три месяца. Я просто вижу, каким я буду вообще через год, через полтора, два, три. И, ну, это очень круто. То есть, также путешествия есть. То есть, окружение, это тоже очень важно. Потому что, как говорят, да? То, что вот скажи мне, какое твое окружение, скажу, кто ты. Либо, например, другой пример. Если засунуть обычный огурец в банку к соленым огурцам, он сам станет соленым. Даже не задумываясь над этим, он сам приобретет эти навыки. И когда вы общаетесь, просто сейчас взгляните на свое окружение. Возьмите пять своих лучших друзей. И посмотрите, вообще успешны ли они. То есть, они живут той жизнью, которой вы хотите жить. Или нет. Например, если я возьму, то да, я прекрасно вижу, сколько зарабатывают мои друзья. Сколько зарабатывает мое окружение в целом. И к чему оно идет. То есть, как оно развивается вместе со мной. Я даже сам, я просто сейчас фотки смотрю свои. Я как-то, не знаю, даже вот не задумываясь, я стал где-то больше улыбаться. Где-то там больше открытым. Мне даже люди говорят, что, блин, вот ты вообще, то есть, красавец. Также для меня вот очень важно, кстати, только недавно понял, то, что когда мне люди пишут, типа, Макс, спасибо тебе большое. Там вообще там от души спасибо. Когда, то есть, люди мои зарабатывают. Либо они просто вот в этом проекте. Потому что просто люди, вот пока они изнутри это все не увидят, они не поверят, я думаю. Ну, адекватные люди поверят, которые хотят в этом, как бы, развиваться, зарабатывать. А люди, которые просто живут, как-то, не знаю, проживают свою жизнь. Вообще, ни во что. Они не поверят. То есть, и это надо просто понять изнутри. Я вот всем людям, которые как-то сомневаются, советую. То есть, зайти просто хотя бы на голд статус. И уже мы вместе с вами заработаем вам на франшизу. Дальше будем просто зарабатывать по-крупному, и вы в это влюбитесь. То есть, вот как мне говорят, например, самый частый такой вопрос. А вот сколько ты времени трачу данный проект? Я честно? То есть, на работу, говорят. Работают на работе. То есть, тут это уже для меня как образ жизни. То есть, я не вижу просто себя как-то без встреч, без звонков. Мне это нравится. То есть, я вот, например, вчера пошел в Макдональдс, там, посидел с другом, кофе попил. Просто. Я с ним пообщался, увиделся, там, по обучебе рассказал просто идею. Ему понравилось. Он зашел в бизнес. То есть, я... И вот вопрос. То есть, я заработал. Вопрос. Я работал, либо я просто с другом увиделся. Также, например, я с Трикси недавно, и мне просто насчет... У меня партнер зашел. То есть, у моего партнера зашел партнер. И я такой думаю, блин, а я работал, либо с Трикси. То есть, понимаете, вчера бегал, пробежка была, я тоже заработал. И вот, прикиньте, это очень круто. Это очень круто просто осознавать вообще масштабность. И... То есть, идея вообще очень простая. Очень простая идея. И очень гениальная при этом. То есть, спасибо вообще президент компании. Спасибо всем топ-лидерам, кто это развивает. Вот. То есть, я очень рад вообще находиться в этом проекте. И когда я заходил, я даже, ну, приставить не мог, потому что такое будет. Да. И очень многие люди боятся начать. Вот самое главное. Вот. И когда страх преодолел, за страхом, собственно, открываются возможности. Это как заходишь в темную комнату. Страшно до тех пор, пока выключатель не нажал. Выключатель нажал, свет загорелся, уже не страшно. Да. А вот поговорка есть такая. Страх упасть с высоты. Отличное оправдание, чтобы жить на дне. То есть, она отлично подходит вообще людям. То есть, ну, блин, то, что людям страшно, это нормально. Мне тоже было страшно. Но, как бы, я понимал, то, что если я захожу в этот бизнес, я тут заработаю денег по-любому. Сто процентов. И когда вы заходите, вот просто вышибаете вообще дверь с ноги и залетаете в этот бизнес, то у вас все получается. Потому что тут два главных фактора. Просто, во-первых, это очень просто. Во-вторых, вы должны просто быть уверены в себе, быть уверены в компании. Я просто понимаю сейчас то, что компания никуда не уйдет, компания никуда не денется. Например, мне просто люди говорят, там, ну, родители, например, Макс, там. Мне кажется, вот мама даже еще, ну, не понимала до конца, там, вот до июня, то, что это как-то все масштабно. То есть, мне кажется, люди просто думали, типа, вот, там, иди найди работу, что ты там фигней страдаешь. Ну, то есть, а не думали, это как подработка такая вот? Я сейчас себя вообще ни в чем другом просто не вижу. Ну, блин, ну, вообще, какой работе идет речь, когда я тут просто уделяю на это, там, 20-30 минут в день. Серьезно, вот, объяснял людям просто, как экономить, возвращать себе деньги. Делился этой информацией. Мы в жизни очень много чем делимся. Ну, например, вот, по-любому, там, у вас подруги, там, друзья спрашивают, там, Маш, Наташ, там, Саш, как вот, где вообще эту футболку, там, или что за рубашка? Вы говорите, просто советуйте магазин, то есть, вы называете название этого бренда. Они идут покупать то же самое, вам за это не платят. Тут за это платят, то есть, в этом прикол. То, что вы просто зарабатываете на рекомендации, вам не надо что-то впарить. В этом круто. Мне не надо, там, звонить людям, писать, там, вот, там, Саша, там, купи айфон, пожалуйста, там, за 80 тысяч, вот, мне вот, прям, сегодня надо. Нет, человек сам понимает, идет и покупает. То есть, вот, тут все выигрыши, да, как Сергей уже говорил, тут все абсолютно выигрыши. То есть, ну, просто, если взять, например, ситуацию, там, Вася. Вот, просто, есть Вася, у Вася есть девушка, там, Маша. Маша завтра день рождения. Маша говорит, Вася, вот, Вася, ты меня любишь? Вася говорит, конечно, люблю. Ой, Леша, Гиба, привет. И вот, он говорит, ну, раз ты меня любишь, то давай, тогда, Вася, короче, завтра мне дари айфон. Десятый, там, у всех Макс. Он такой, Маша, у меня денег нет. Она такая, ну, Вася, ну, мы расстанемся. Вот, люди, как думаете, что вообще Вася сделает первым делом? Просто вот, ну, вот, что он сделает? Он, наверное, зайдет в какой-нибудь браузер, да, Яндекс, и будет, вобьет, там, купите айфон 10, там, посмотрит цену. И вот, вообще, вот сейчас в двух словах, прям, вот, логику вообще бизнеса расскажу вообще. Почему это выгодно магазинам? Почему с такой скоростью магазины к нам подключаются? И, то есть, он зайдет, ему в 99% случаев выдаст то, что будет Beeline. Потому что Beeline платит конкретно за контекстную рекламу Яндексу. И таких реклам очень много. То есть, например, если вы выбьете нам велосипед купить, там будут первые три строчки рекламы такими маленькими буквами. И вот. И, то есть, просто за клик, то, что Вася перешел с этого, с Яндекса в Beeline, Beeline уже платит деньги. Не факт, что Вася купит. Может, Вася увидит в связном, например, айфон этот же дешевле, там, на 500 рублей. Он там купит. И просто представьте, сколько людей вообще кликают с Яндекса в Beeline, когда, например, новый айфон выходит. Все школьники просто переходят, переходят, переходят. И, то есть, Beeline обязан платить Яндексу. Теперь другой вариант. Например, то, что Вася знает, у него корону уже на голове, он знает вообще про платформу. Он заходит просто не на Яндекс, а на кэшбэк-платформу с Витебс. Бевай, там, тот же самый Beeline, абсолютно. Переходит в Beeline, покупает айфон, выворачивает себе там 8 тысяч рублей обратно. Вот, как думаете, Вася доволен? Конечно, доволен. То есть, он вернул себе деньги. Реальные деньги, не какие-то афантики, баллы, бонусы. Нет, он вернул себе реальные деньги, которые он сможет также потратить на себя там, либо на девушку. Вот, далее. Beeline доволен? Конечно, доволен. То есть, он платил по факту. То есть, он вообще, это как бесплатная реклама, это как страховая на радио. То есть, Beeline просто заплатил за человека, которого привела платформу, который по факту пришел и купил. Не просто, который просто перешел. То есть, Beeline платит уже, когда человек отдал деньги в кассу. Вот с этих денег, которые он отдал в кассу, ему и начисляются деньги. Также, платформа выигрыши, выигрыши. Beeline делится с платформой, а платформа большую часть, 60% подает клиенту. То есть, тут все абсолютно выигрыши. И магазин, и платформа, и клиент. Все довольны. И поэтому идея очень простая, очень максимально простая и интересная. И развиваться вообще в этом бизнесе, я не знаю, это лучшее, что может быть в целом на рынке. Потому что многие, например, там говорят, вот, там хочу свой бизнес открыть традиционный, хочу. Ты на вложение сначала деньги найди. Биллион на 2-3 хотя бы найди. У тебя есть вот свободный? Самое интересное, что любой традиционный бизнес, когда мы начинаем, да, то есть, после того, когда мы сделали вложение, после того, когда мы его запустили, мы придем к тому же самому, к поиску клиентов. Да. Ты будешь делать только то же самое, только большую часть дохода, которую ты получишь, если получишь, ты будешь тратить на содержание бизнеса. А здесь, без нас, Билайн будет делать оборот? Будет. МТС будет делать оборот? Будет. Допустим, там, МВидео будет делать оборот? Будет. Букинг, Алиэкспресс. Они без нас стараются, привлекают клиентов. Просто мы даем возможность клиентам возвращать деньги и получаем процент от всех этих компаний. Все. Ну, проще не придумать. Самое главное, разные товары, вот ты в бизнес запускаешь, разные товары со временем могут надоесть, услуги могут надоесть, люди хотят что-то новенького, да? Здесь клиентская сеть будет существовать всегда. Ушел один магазин, на его место придет еще 10. То есть, стабильность бизнеса в 100 раз выше. Клиенты всегда. Емкость рынка, наверное, максимально большая. И емкость рынка 84 миллиарда долларов. То есть, это на сегодняшний день, это только нашу страну берем. А мы со следующего года выходим за пределы страны, да? Соответственно, кто будет подключать людей в Европе? Те, кто сейчас вошел в бизнесе. Соответственно, может быть, не лично от вас, от кого-то из ваших людей пойдет оборот. Вы с этого оборота будете получать доход. Как вот сейчас у нас есть международные магазины, там, допустим, тот же Booking, тот же AliExpress, iHerb, где огромное количество здорового питания, да? Это международные магазины. Но мы получаем с них доход, мы получаем с их оборотов процент. У меня уже сейчас люди, хоть страны еще не открыты, есть и в Европе, и в Америке, и в Азии подключены, которые пользуются сервисом. И уже сейчас любой человек может строить международные места. А самое главное, вот для молодежи. Кому сейчас нужна молодежь? Всем нужна молодежь за копейки. Или опыт бешеный. А где у молодого человека, который вот только закончил институт, или еще даже учится, будет опыт? Он как раз его нарабатывает. И даже те же 80 тысяч рублей, да, то есть вот люди у вас в регионе за 20-30 работают. То есть это ты получил трехмесячную зарплату человека, но тебе с 80 перейти на 150, вот можно за один месяц. А попробуй человеку с 20 перейти на 40. Да, там 10 лет надо вкалывать, вкалывать, жизнь тратить. Жизнь тратить для того, чтобы чья-то жизнь становилась лучше. И это, конечно, фантастическая возможность. Сергей, вот на ваш взгляд вообще, почему вы думаете, что у меня от такого студента все получилось, да? Хотя я никогда там не обладал какими-то навыками суперпредпринимателя какого-то продажника. У тебя есть одно качество, которое нужно людям в бизнесе. Это фокусировка. Это тебе пришло из спорта. То есть ты просто впрягся. И даже ты сам говорил, не понимая, как работает бизнес, ты просто начал делать. Да, то есть ты начал делать, ты слушал своего друга, ты приводил людей к нему. То есть ты даже не вникал еще в начале, как работает бизнес. То есть сейчас ты понял, что можешь, ты соревнов. Ты просто поверил и начал делать. Вот главное качество – это делание. То есть фокусировка. До тех пор, пока ты то делал, то не делал, доход то был, то не был. Когда сфокусировался, начал как на тренировке ходить и делать определенные действия, у тебя стабильный доход пошел. И самое главное, то есть люди сейчас, которые к тебе пришли, они будут тебя повторять. Соответственно, у них тоже будет результат. Соответственно, твой доход будет еще больше и быстрее расти. И вот это вот главное качество – сфокусированность и вера в успех. Вера в тебя и вера в компанию. Когда вера есть, Свет и верой делится. Все. Когда веры нет, наступают страхи. Вот когда человек боится.